Доброе утро, дорогие телезрители! 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 приходится начинать с чашки чая, то в этот день я чувствую себя не так энергично, не так весело. Видите, насколько наши привычки сказываются и отражаются на нашем и поведении, и на настроении. И третья привычка, да, топ трех моих хороших привычек. Третья привычка, я внедрила эту привычку, немножко тавтологии получается, привычка-привычка, но другим словом не заменишь. Так вот, третья, это я внедрила в себе привычку всегда начинать день с хорошего, правильного эмоционального настроя. На самом деле, раньше этого не было, но каждое утро просыпаясь, да и в течение дня, всего дня, когда мне что-то предстоит делать, я всегда говорю, у меня все получится, Саадат, у тебя все получится, все будет хорошо, я могу, я все могу, сегодня будет у меня потрясающий день. Мы все с вами знаем, дорогие телезрители, что мысли материализуются, все, что мы говорим, на самом деле сбывается, но знать и уметь это разные вещи, поэтому с сегодняшнего дня рекомендую вам не просто об этом знать, если кто-то не применяет, а начать уже применять. Это на самом деле здорово нам помогает и на самом деле имеет свои результаты. Сейчас мы с вами прервемся на небольшую музыкальную паузу, и в это время у вас будет потрясающая возможность проанализировать свои привычки, с чего у вас больше, вредных все-таки, либо хороших, с чем нужно проработать, а за что себя нужно похвалить. Проанализируйте, дорогие друзья, узнайте, и вы будете приятно удивлены. А сразу после музыки мы продолжим тему нашего эфира. Не переключайтесь! А мы продолжаем. Я думаю, у вас появилось, было достаточно времени, чтобы подумать, какие же привычки у вас все-таки больше преимущественно преобладают вас, либо вредные, либо хорошие. И это было отличным поводом, если вдруг у вас оказалось так, что вредных привычек в списке больше, то это прекрасный повод задуматься о том, что нужно проработать их, что нужно от них избавляться. Если все-таки привычек хороших оказалось больше, то, дорогие друзья, я вас поздравляю. Почему? Потому что наши привычки формируют нашу жизнь. Что такое привычка вообще? Привычка – это такие действия, которые человек повторяет ежедневно. Ежедневно, а возможно даже в течение дня неоднократно, многократно он повторяет одно действие. Наша жизнь состоит из мелочей, и вот какие у нас привычки, такая у нас и жизнь. Есть даже такая цитата «Привычка человека – это его вторая натура». Поэтому, дорогие друзья, если вдруг, хочу еще раз сказать, хочу еще раз отметить, вредных привычек оказалось у вас больше, это прекрасный повод задуматься о том, что нужно от них избавляться. Величайшая победа человека – это когда он может избавиться от своих вредных привычек, так сказал великий Шекспир. Итак, ну а мы с вами сейчас немного отойдем от этой темы, но в течение всего шоу, в течение всего эфира мы все-таки будем возвращаться к теме нашего эфира, поэтому не забывайте о нем и можете продолжать дальше анализировать, анализировать привычки ваших близких и самих себя. Сейчас, поскольку у нас еще идет утро, возможно, кто-то только сейчас проснулся, умылся и включил свои телевизоры, мы перейдем к лайфхакам, утренние ритуалы и лайфхаки, вот как можно начать правильный и продуктивный день. Итак, первый совет. Специалисты рекомендуют пробуждение до 10 утра. Вот каждый человек индивидуален. Мы все с вами знаем, что каждому человеку в целом рекомендуется спать не менее 7-8 часов, для того, чтобы чувствовать себя достаточно-таки хорошо. Но опять же, мы все знаем, что организм человека индивидуален, как мы это отметили, и если кому-то достаточно 4-5 часов, то для других нужно в 2 раза больше. И говорят, что успешные люди спят очень мало, начинают свой день рано, и если посмотреть, во сколько они начинают свой день, в 4 утра, в 5 утра, это на самом деле достойно похвал. Но опять же, все это индивидуально. Если для них достаточно 4-5 часов, то для некоторых нужно, как я сказала, намного больше времени для своего хорошего самочувствия. И я думаю, многие знают информацию, что Эйнштейн спал 10-12 часов. Он полагал, что длительный сон хорошо сказывается на ясности и гениальности ума. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, вы лучше всех сами знаете, сколько часов вам необходимо спать, чтобы чувствовать себя хорошо. Но запомните, главное правило, самое главное, не просыпаться позже 10 часов утра. Почему? Потому что если спать до 11, организм человека погружается в более глубокий такой сон, и после этого, если вы встаете в 11 часов, вот разбудить свой организм будет довольно-таки сложно. И человек пока ходит, просыпается, не может как раз-таки отойти от этого состояния, он уже не замечает, как полдня уже потерял. И знаете, рассказывая буквально эту историю, этот момент, я вспомнила одну историю. Это было довольно-таки давно. Один мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса с тем, что он проспал 10 суток. Представляете себе? И первый вопрос, который ему задали журналисты после того, как он попадает в книгу рекордов Гиннесса, что вы намерены делать после такого 10-суточного сна? Мужчина ответил, я планирую пойти и поспать. Видите, есть такой момент, что чем дольше спишь, тем больше хочется. Поэтому везде должна быть своя мира. Спите столько, сколько вам нужно, а самое главное, просыпайтесь не позже 10 часов. Итак, это был наш первый лайфхак. Второй лайфхак и второй совет, который нам рекомендуют специалисты, это просыпаться от первого звонка будильника. Заметьте, я сказала от первого, да, то есть его не должно быть вообще в целом несколько. От первого и единственного звонка. У многих людей есть такая привычка, вот если открываешь телефон, и что, есть много будильников, которые звонят буквально каждые 2 минуты, либо даже каждую минуту. Здесь очень можно ясно и четко понять, что утром человек больше всего понимает ценность времени, и даже если он видит, что есть еще одна минута, хочу я это время поставить. Так вот, дорогие друзья, чем дольше мы растягиваем этот процесс, тем сложнее приходится нашему организму. Если мы встаем сразу по первому звонку, организм быстрее просыпается, и мы, соответственно, чувствуем себя намного бодрыми, поэтому не ставьте, избавляйтесь от этой привычки, и завтра прям постарайтесь применить такой метод. Следующий наш лайфхак, это умыться холодной водой, либо принять контрастный душ. Это ни для кого не секрет, что холодная, либо прохладная водичка лучше всего бодрит человека, и, соответственно, он себя чувствует намного энергичнее, позитивнее и лучше, и заряд такого настроения получает. Четвертый лайфхак, четвертый совет, давайте вспомним, какие у нас были первоначальные три. Это пробуждение до 10 часов утра, далее просыпаться от первого и единственного звонка будильника, третье умыться холодной водой, либо принять контрастный душ, и четвертое правильно настроиться, дорогие друзья. Наш эмоциональный настрой имеет огромное значение таким, каким у нас проходит день. Вот никто не будет ходить и думать о нашем настроении. Сегодня создам-ка я этому человеку хорошее настроение, пусть он будет веселым. Нет, хорошее настроение мы создаем себе сами, поэтому внедрите такую привычку, просыпайтесь, проснулись, умылись, позавтракали, улыбнитесь себе и скажите, сегодня меня ждут великие победы, сегодня у меня будет хороший день, сегодня все у меня получится. Всегда настраивайтесь на хороший день, и что ничто не омрачит ваше настроение. Ведь, как говорится, мысли материализуются, все, что мы говорим, то и происходит, поэтому давайте мыслить позитивно всегда. И пятый завершающий лайфхак, это рекомендуется вот с утра, поскольку мы начинаем правильно день, внедрить одну полезную привычку. Привычка может быть разной в зависимости от того, что вы хотели бы видеть в вашей жизни, что хотели бы применять. Например, это может быть то же самое, как мы говорили ранее, всегда начинать день с хорошей, бодрящей музыки, включать радио, получать порцию этого настроения и позитива с самого раннего утра. Либо может быть такое, что человек хочет физическую нагрузку, да, можно встать, сделать зарядку. Мы все с вами знаем, что в здоровом теле здоровый дух, и утренняя зарядка вот никогда пагубно не сказывалась на здоровье, как раз-таки напротив, оно укрепляет наш иммунитет, поэтому можно выполнять, сделать зарядку. Либо можно, знаете, внедрить чтение. Утром встать, повторить свои утренние ритуалы, процедуры, вкусно позавтракать, а потом взять какую-нибудь любимую книгу и почитать несколько страниц. Вначале можно читать 5-10 страниц, рекомендуется. И в скором времени вы не заметите, как у вас появилась такая привычка и острая необходимость в книгах. Книги очень хорошо на нас отражаются, поэтому, дорогие друзья, возьмите какую-нибудь книгу, почитайте, и обязательно вы получите результат. Я думаю, отсюда здесь мы можем подытожить, и у вас возникает вопрос, а как же все-таки внедрить эти привычки? Все-таки очень легко говорить, внедрите привычки, дорогие друзья, внедрите привычки. Но здесь есть замечательный, простой и легкий способ. Известна такая информация, что привычка человеческая формируется за 21 день. Да, за 21 день мы можем получить хорошую привычку, если мы ее ежедневно повторяем. Не через день, не через два, а именно ежедневно. Поэтому возьмите какой-нибудь лист бумаги, начертите таблицу, состоящую из 21 столбцов. Распишите, пронумеруйте от 1 до 20, это будет штекер ваших привычек, и каждый день вы будете отмечать. Таким образом, привычка внедрится и будет как раз-таки руководить вами в жизни. А сейчас впереди нас далее ждут интересные гости, сразу после музыкальной композиции. Не переключайтесь, дорогие друзья. Доброе утро, дорогие друзья, еще раз приветствуем всех. Напоминаем, что это утреннее шоу на пятом канале «Утро на пятом». Ну, а сегодня сейчас в гостях нашей студии наш первый гость, радиоведущий, диктор озвучки Али Сабыров. Здравствуйте, Али. Приветствую вас, Адат. Как ваши дела? Утро. Вот честно, сюда ехал, слушал, смотрел на вас, и такая порция мотивашек у меня даже появилась. О, вау, здорово. Спасибо вам большое за утро, за то, что пригласили. Очень-очень приятно, очень приятно. Я могу сказать то же самое, как только вы зашли в студию. Ваш голос, ваша улыбка, ваша харизма сразу, знаете, здесь задали такую атмосферу. Али, да, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, нашим телезрителям. Ну, о себе много рассказывать не придется. Просто попал на радио, как-то случайно все это вышло, а потом я решил, что на этом останавливаться лучше не стоит, лучше поработать над голосом и попробовать себя где-нибудь в озвучке. В итоге, ну, опять же, случайным образом попал в эту сферу, как оказалось, эта сфера у нас не такая уж широкая, она такая, ну, кто знает, тот знает, вот и все. Это, конечно, грустно, но все же, все же нужно стараться, опять же, все это развивать, и в итоге мы придем к тому, что что-то будет, будет интересно. Да, я с вами согласна. А скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже в этой сфере, и с чего вообще начинался ваш творческий путь? Если честно, не скажу, что много-много лет, но лет пять уж точно. Лет пять, это уже довольно-таки, знаете, приличный срок. Если я набрал, ну, лет пять точно уже будет потом в дальнейшем, да. Начиналось все с того, что я просто пародировал всякие разные образы, интересные личности, мне, ну, мне они нравились, и я такой, почему бы нет, почему бы не попробовать. И в итоге, в итоге я пришел к тому, что умею, оказывается, могу, и за это, оказывается, еще и платят. Так что, так что все сошлось, и я вот выбрал тоже такую профессию. Да, здорово. Это очень классно, когда, знаете, хобби становится профессией. Какое-то увлечение становится профессией. И за это еще и деньги платят, да, как ты сказали? Да, 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 это очень классно. Но, опять же, не стоит перебарщивать. То есть ты, опять же, если ты этим занимаешься, нужно еще одно дело найти. Это всегда такой, ну, верный путь к тому, чтобы не выгореть. Не выгореть, да, совершенно верно. Когда находишься в одном месте, обычно человек начинает паникать, эмоциональное выгорание, как сейчас стало очень модно говорить всем, да? Выгорание, да, очень. Да, скажите, пожалуйста, Али, вот я думаю, знаете, для многих интересно, вот у радиоведущих настолько поставлены голоса, четкая дикция, и в частности, в особенности, да, больше слушать, я думаю, слушать или в автомобиле, когда едут в дороге. И слушаешь голоса радиоведущих, и сразу, знаете, начинает мозг рисовать образ радиоведущего. Я думаю, всегда аудитории интересно, как же выглядит все-таки диджей, как же выглядит радиоведущий, который, да, вещает нам с самого раннего утра и как раз-таки дает нам порцию этого утреннего позитива. Так вот, дорогие телезрители, вот так выглядит у нас радиоведущая. На самом деле, на самом деле, все они выглядят абсолютно, как все же люди, все они сонные, как, все они сонные, не выспавшиеся, и, возможно, даже где-то обухшие, потому что, опять же, это те же самые люди, это обычная работа, поэтому вот, если не готовиться, то можно выглядеть по-разному. Я вот, как видите, не готовился. А скажите, пожалуйста, Али, это очень интересно, на самом деле, вот для вас это обычная работа, а для зрителей, даже для меня это очень интересно, вот что же происходит во внутренней кухне радио, да, которую мы слушаем, с чего начинается утро радиоведущего, возможно, с каких-то голосовых разминок, с артикуляционной гимнастики, я не знаю, вот каким выглядит утро ведущего? Ну, хороший вопрос, у меня начинается с того, что я просто, мне лишь бы проснуться к определенному времени, вот и все, это самая основная задача для меня, все остальное там дальше, дальше как пойдет, главное хорошо зевнуть, ну, чтобы, сами понимаете, это артикуляционный аппарат, и когда хорошо зеваешь, ну, прям от души, да, можно так сказать, это очень сильно помогает. А вот еще голос же тоже должен проснуться, за сколько часов до эфира, да, вы просыпаетесь, потому что бывает же, по телефону разговариваешь, и голос такой сонный, да, и сразу определяешь, что человек спит, а у радиоведущего должен быть уже такой проснувшийся достаточно-таки голос, верно? Да, ну, мне ехать до работы час, поэтому в любом случае у меня час уходит, да. А, да? Да. А вот в плане одежды, как одевается радиоведущий, поскольку мы не видим? Там вообще, ну, все свободно, на самом деле, да, как хочешь, так и одевается, ну, главное, чтобы не привлекало там лишнего внимания, то есть, как обычные люди, на самом деле, вот, ездили когда-нибудь в маршрутках, вот, все так же, абсолютно. Да, да, это очень интересная информация, да, а то я смотрю на вас, на вас, как некий экспонат, можно сказать. Все обычно, все обычно. Да, вот как выглядит радиоведущий, здорово, на самом деле. Ну, от вас, знаете, вот это и чувствуется утренняя атмосфера, сразу видно, что вы являетесь радиоведущим. А вот можете рассказать нам о голосе, вот какое значение имеет голос не только для радиоведущего, а имеет ли назначение для каждого человека? Голос, меня совсем недавно убедили в том, что, да, голос имеет огромное значение. Голос можно сравнить с красивой внешностью. Это также привлекает, вот, я не был в этом уверен. Буквально пару месяцев назад мне сказали, что голос имеет огромное значение, и я подумал, ну, отчасти это правда. Отчасти это правда, но, опять же, я склоняюсь к тому, что голос не совсем, не самое главное. Голос не самое главное, что есть у человека, самое главное это образ мышления. Взять, к примеру, Европа Плюс, там Бригада У, есть такая программа, я ее обожаю, я ее часто слушал, и там был Илья. Вот человек просто не обладает голосом таким хорошим, но он очень классно шутит, он классно размышляет, и у него такие, ну, образ мышления, я бы сказал. Да, это очень сильно умеет. Да, 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 именно. То есть и в голосе может быть харизма, не только во внешности? Да? Не только в голосе, в образе мышления, вот. Образ мышления, ну, это все взаимосвязано, да, я так думаю, все взаимосвязано. А вот скажите, вот у вас такой, знаете, необычный голос, да? Я думаю, для вас он давно уже стал обычным, но я думаю, кто с вами знакомится впервые, впервые общается, сразу, знаете, такое первое впечатление, вау, бывает такая реакция? Да, мне часто говорят, мол, когда ты начнешь разговаривать своим голосом. Правда? Это как-то даже, не знаю, то ли приятно, то ли неприятно, что мне не доверяют, и приятно, что, ну, с какой-то стороны это, да, комплимент. Да? Да. Спасибо вам всем. А такой голос у вас изначально был, или все-таки вы добились? Нет, конечно, нет. Я недавно послушал свои записи, рекламные записи, можно сказать, за 2018 год. Это просто ужасно. Просто, я думаю, если каждый день работать над голосом, то, в принципе, можно прийти к этому. Я не думаю, что изначально у человека может быть что-то такое. Есть предрасположенность, а есть такой упорный труд, я так считаю. То есть к такому голосу все-таки в итоге может прийти каждый человек? Абсолютно. Да? Это труд. Это здорово. Это на самом деле круто. Вот про какие голоса говорят. Бархатный голос диктора. Нет, 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 это не бархатный. У меня больше он высокий, скорее всего. А бархатный? Я считаю, что он высокий. Высокий? А бархатный это какой тогда? Бархатный. Низы это вот те голоса, которые из кино, да. Из кино. Из кино? Да. Кстати, говоря о кино, вы являетесь также актером озвучки, да? Актером озвучки, диктором. Бархатный голос имеется, да, за спиной. Да, здорово. Как вам эта практика, этот опыт? Вам нравится? Мне результат, честно говоря, мне нравится. Я такой все время с критикой отношусь к своим работам, потому что без этого роста не будет, я так считаю. Но в целом сам процесс просто удивительный. Ты стоишь, ты предлагаешь, ты понимаешь все это, ты разбираешься в этом, ты предлагаешь режиссера, и вы обсуждаете, как можно обойти тот или иной момент. Это очень интересно, на самом деле. А здорово. А как, да, на самом деле, мне тоже, это можно сразу себя почувствовать, как будто ты находишься в этом фильме, да? Да, вживаешься в роль персонажа и такой, а что, что, как бы я поступил? Ну, на самом деле, в озвучке не бывает такого, что ты сам играешь. Ты играешь того персонажа, который уже сыграл. Так. То есть, по сути, ты должен за ним повторить. Его эмоции прочувствовать. Да, а это намного тяжелее. Вот, когда ты сам предлагаешь. Это тоже тяжело с какой-то стороны, но намного тяжелее, когда человек уже сыграл, и ты уже в рамках. Вот, и ты за ним должен повторить. А какие это были фильмы? Зарубежные? Это местный фильм, совсем недавно вышел, а это первая такая масштабная моя работа была. И я попробовал. Мне понравилось очень сильно. Да? Фильм местный. То есть, актеры наши? Да. Да? Но их нужно озвучивать. А почему? Нет, он снимался за рубежом, да. Он снимался за рубежом, и на меня вышли, говорят, вы, оказывается, занимаетесь озвучкой, давайте, может быть, поработаем. Я сказал, давайте поработаем. И в итоге мы поработали. И в итоге мы поработали, да? Да? Скажите, пожалуйста, Али, а что значит, вот, вы поработали, вы поиграли, да, можно сказать? Это же тоже игра актерская. А что значит играть голосом? Играть голосом? Ну, в моем понимании, это когда переходить из персонажа, от персонажа к персонажу. То есть, актер, он должен быть не только в одном направлении идти, то есть, если у тебя голос такой низкий, ты такой сидишь, такой брутальный весь. Нет, ты должен уметь разговаривать и таким голосом. Вот, то есть, переходы, это для меня игра. Это игра, да, играть голосом. Да, я слышала, знаете, такую фразу, что голос является музыкальным инструментом, который имеется у каждого человека, и то, что на нем можно и нужно научиться играть, если ты хочешь быть вот для собеседников, приятным собеседником, да? Да, да, да. Интересным собеседником. Хорошо, следующий вопрос. Скажите, можно ли хорошо заработать на озвучке? Я думаю, это интересно всем. Да, конечно, можно, конечно, можно, но так как я сказал уже, что сфера, она такая более, не такая широкая она, но узкая, и там не так много заказов. То есть... Ну, как фильм выйдет, ты озвучишь и такой, вау, я в отпуск. А помимо фильмов, это могут быть какие-то ролики? Ролики рекламные, да. Ну, ты можешь заниматься, озвучивать тоже аниме. Это, кстати, для меня было открытие. Такая, не знаю, такая сфера, такая отрасль огромная оказывается. И много кто увлекается аниме. Да? Да, оказывается. Я не знал этого. Везде есть своя аудитория, да? Да. Как говорят, везде есть своя аудитория. Если мы не смотрим, это не значит, что остальные тоже не смотрят, да? Да. Замечательно. Ну, озвучка получается, это, знаете, такая профессия, которую очень удобно совмещать с любой другой работой. То есть, будучи радиоведущим, вы можете быть диктором озвучки, иногда озвучивать фильмы, ролики. И плюс еще, значит, и плюс еще, значит, и в третьем месте вы можете поехать и где-то совмещать. Есть такой момент? Есть такой момент, это очень, ну, если, ну, в любом случае приходится жертвовать чем-то. Я жертвую всегда отдыхом. Я не знаю, по-моему, не отдыхал с прошлого года, ну, с лета прошлого года, можно сказать. С лета прошлого года? Да. Ну, отдых тоже, я вам очень... Ну, просто мне нравится эта работа, и я должен был пожертвовать своим отдыхом. Я так и сделал. Мне нравится, я не жалею. Вот. Вот, как вы сейчас сказали, это было здорово. То есть, вы не чувствуете того, что вы работаете? Нет, допустим, бывает так, что на основной работе ты устаешь, пошел в студию, поорал, тебе стало легче, отдохнул, и все, все забыл. Здорово. А скажите, Али, вот я знаю, что вы еще умеете... Вы ранее сказали, что вы пародировали, и это у вас здорово получается. Сколько пародий вы можете сделать с голосом? Сейчас, сейчас, ну, давайте попробуем несколько, скажем. Несколько. Итак, давайте, тадададам, внимание. Возможно, этот голос знаком всем, в основном те, кто смотрит сериалы. Мистер Уайт, вы же ученый, вы из бобов сделали яд. Я не знаю, может кто узнает. Вау, браво. Это олдскул, это олдскул, а следующая пародия, это Кураж Бомбей, может, кто смотрел там, как я встретил вашу маму, теория большого взрыва. Эй, Тед, а может нам пойти с тобой в бар и накидаться, или что-то в этом роде? Здорово. Ну, такие голоса, они самые такие известные, и сериальные голоса очень часто, кстати, продаются. Да. Сериальные голоса. Да. Я пытался Дэдпулом местного звучать. Ну, людям нравится, я считаю, что пока рановато так заявлять. А, ну продемонстрируйте, почему? Мы этого не умеем, нам это интересно. Конечно. Твиттер это святой. Не торопись. Ну, что-то, что-то такое. Да, это такие известные фразы. Ну, и одна из первых работ, скорее всего, это спанчбоб. Спанчбоб? Да, это спанчбоб, и я, как уже сказал, голос у меня больше высокий, нежели низкий. Сейчас, секунду. Необходимо немного настроиться, так что... Эй, Патрик! Сегодня с утра у нас будет хорошее настроение. Да. Как-то так. Вау, здорово, Алина. На самом деле, браво, я хочу вам похлопать. Я думаю, телезрители наши тоже вам хлопают. У них сейчас на лицах улыбка. На самом деле, у вас получилось. Здорово подарить это настроение. Потому что, как только вы включили спанчбоба, я моментально мой мозг включил образ. Сейчас, да, губки Боба я сразу его представила. Насколько можно голосом рисовать в картинке, да, можно сказать, в головах у людей? Это на самом деле, это талант или навык все-таки? Это, скорее всего, навык. Это навык. К этому люди приходят. Вот каждый, даже я смогу озвучить спанчбоба? Нет, как я уже говорил, предрасположенность. Возможно, у вас получится озвучить какого-нибудь персонажа интересного, имеется в виду из мира кино. Это может быть та же Сэнди из спанчбоба, да, и его подруга, ну и какие-то другие персонажи. Но есть также много людей, которые смогут, если у них предрасположенность, допустим, у кого высокий голос, он сможет, ну, когда-нибудь, если поработает, сможет так же звучать спанчбобом. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Да, то есть у каждого будут свои какие-то герои, да? Да. Я правильно понимаю? А скажите, Али, применяли ли вы вот этот ваш навык умения переключаться на голоса, да, вот принимать чьи-то голоса в каких-нибудь иных целях, скажем? Ну, может быть, да, было такое? Да, конечно, как же без этого? А, флирт, это обычно так работает. Флирт, да, всегда работает в флирте. Это очень сильно влияет на первое впечатление, но опять же, это только первое впечатление. Дальше нужно быть тем человеком, которым ты являешься, то есть быть собой. Образ мышления, да, как вы сказали? Быть собой, ну, можно пошутить минут пять, чтобы заинтересовать человека. И это максимум. Я просто к этому пришел, это личный опыт, потому что когда ты, когда ты все время в этих образах, и это ни к чему хорошему не приведет. Ну, первое впечатление все-таки тоже очень важно, ведь, как сказала Куко Шанель, первое впечатление дважды не произвести. Если ты первое впечатление произвел, и дальше уже нужно это впечатление сохранять до конца, да? Али, потрясающая была с вами беседа, спасибо. Благодарим вас, что посетили нашу студию. Для вас сейчас открытый микрофон, пожалуйста. Можете говорить на эту камеру. Просто работайте над собой, любите себя, жизнь и своих родных. Берегите себя, спасибо. И скажите каким-нибудь необычным голосом. Да, все будет классно. Совсем скоро. Здорово. Наши вторые гости в нашей студии. Итак, в гостях нашей студии начальник отдела маркетинга фирмы Эль Мобайл, занимающийся продажами сотовых телефонов Абдулла Мурадов и Айпери. Здравствуйте, дорогие наши гости. Доброе утро. Как ваши дела, как ваше настроение, как доехали до нашей студии? Все хорошо? Как ваше настроение? Сау-Алейкум. Очень хорошо, спасибо. Так хорошо встретили нас. Да, мы очень рады приветствовать вас в нашей студии, в нашей потрясающей атмосфере. Я думаю, это настроение вы потом после тоже с собой заберете, да? Конечно. Самое главное, знаете, у нас нужно улыбаться, да, чтобы это настроение передавать нашим дорогим телезрителям. Расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании. Вот что представляет из себя ваша компания, чем вы занимаетесь? Наверное, я начну, да? Давайте. Наш магазин, Эльмобайл, в рынке уже, именно в рассрочку смартфона мы выдаем, более уже трех лет мы работаем. На данный момент у нас 30 тысяч довольных покупателей уже. Работаем в сфере именно пока что на смартфонах выдаем. Получается, у нас есть девиз нашего магазина, он звучит так, каждый кыргызстанец может и должен иметь современный смартфон. С нами это доступно, легко и выгодно. А, да, здорово, замечательно. На самом деле, я думаю, смартфон это такая вещь, без которой сейчас не может обойтись любой человек. И бывает так, что если вдруг, не дай бог, забудешь дома свой смартфон, свой телефон, ощущение, как будто ты что-то очень важное оставил дома, как можно почувствовать, как будто ты пришел, вышел из дома без какой-либо конечности, как будто без рук, без ног, и целый день ходишь о своем, думаешь о своем телефоне. И в этот момент как раз таки возникает вопрос, боже мой, как наши родители раньше жили без телефонов, как мы вообще без них обходились. И это сейчас потрясающая возможность, что есть у нас такие телефоны, такие гаджеты, которые очень сильно создают условия, хорошие условия для людей, для нации. И это на самом деле здорово облегчает нашу жизнь, да, согласна? И это потрясающе, что как раз таки вы этим занимаетесь. Второй вопрос такой, скажите, как вы развиваетесь в условиях большой конкуренции? Потому что в вашей сфере конкуренция, ну просто мега огромная, да? Да, конечно, сейчас среди рассрочек, в мире рассрочек очень много конкуренции, но у нас есть такие основные критерии, по каким мы конкурируем, да, лидируем, можно сказать. Это первое критерие, это ценовая категория. Второе, это доступность, доступность народу. И также третье, это гарантия телефонов, которые мы выдаем. Получается, например, для оформления рассрочки у нас потребуется только паспорт. Никаких документов, личных справок, с места работы, с места жителей все не нужно. Только паспорт и клиент забирает свой телефон. Это и есть отличительное, да, либо в других местах тоже? Вот условия разные или все-таки условия везде одинаковые? Самая главная, отличительная черта, то, что мы опираемся на принципе исламского финансирования. А, вот это ваше отличительное, да? Да, выдаем по нормам шариата. У нас даже в магазине, впервые в Крымстане, в других магазинах, например, где выдают рассрочку, нет шариатского отдела. У нас есть шариатский отдел, где сидит наша мама. То есть любой покупатель, который бы хотел прийти и приобрести телефон, если у него есть вопросы какие-нибудь именно, да, вот, соответствуют ли наши условия требованиям шариата и так далее, он может обратиться к нашему имаму и мы полностью можем объяснить. То есть самая отличительная черта, то, что ценовая категория. Мы всем нашим клиентам говорим, вот, например, они могут сравнить наш прайс-лист со всеми магазинами, кто его дает, да? В Крымстане мы номер один по ценам. Я вам точно это могу сказать стопроцентно, потому что самые выгодные цены, поэтому это доступность народу. И мы каждый день не останавливаясь, работая над условиями, чтобы все больше упрощать, чтобы каждый кыргызстанец мог иметь современный и хороший смартфон. Вау, здорово, это здорово. На самом деле, тем более, что когда конкуренция большая, вы можете так, знаете, четко и с гордостью сказать, что вы являетесь на рынке первыми по ценовой категории. Это на самом деле, знаете, внушает большое доверие и как раз-таки дает огромную возможность населению, да, приобрести телефон по выгодным ценам без всяких переплат. Да? Скажите, пожалуйста, какие плюсы и минусы бывают вот в вашей сфере? Везде они есть, да, и предоставляя такую большую возможность, может быть, какие-то минусы тоже вы претерпеваете. Какие-то моменты? Я, наверное, о плюсах скажу. Самое главное, очень много плюсов. Во-первых, мы занимаемся ради нашего народа. У нас есть четкая позиция, вот, к которой мы придерживаемся. То есть, вы знаете, что по принципу шариата, проценты, штрафы, пенни, как говорится, у нас крылочает ванна, суткорликобарарбулката, шамдухтан. Мы стараемся каждый день, то есть, работать во благо народа, чтобы отгородить их от этого. Основная задача вот эта, самый большой плюс, и очень много добровольных покупателей, которые к нам постоянно приходят и покупают. И, в принципе, мы думаем, что мы большое дело делаем именно. А насчет минусов? Ну, минусов в нашей компании, в принципе, тоже нет. Главный минус, я считаю, это то, что мы можем финансировать сейчас. У нас, то есть, есть возрастные ограничения, это от 21 до 65 лет. Вот этот минус мы считаем, да, у нас здесь в компании. В остальном, в принципе, минусов и нету, да. Да, как раз вот к нам, у нас, напоминаем, что уйдет прямой эфир, к нам пришло сообщение, на котором мы предварительно уже, можно сказать, получили ответ. Есть ли какие-либо возрастные ограничения, мне 19 лет, могу ли я в рассрочку приобрести у вас телефон? Да, у нас есть возрастные ограничения, это свыше 21 года и до 65 лет оформляем рассрочку. Ну, они могут, например, вот так делать, если ему, например, 19 лет, то он может приехать с своими родными, родителями, братьями, да. Мы на их имя можем оформить рассрочку телефона, а сами потом они могут оплачивать. Здорово, здорово. Я думаю, да, наши телезрители получили на это ответ. Следующий вопрос. Скажите, сколько и какие способы есть приобретение сотового телефона? Есть два основных способа приобретения. Первый это с первоначальным взносом, второй это без первоначального взноса. Как выше уже говорится, мы выдаем от 21 года. Самое главное, у клиента, извините, у клиента сейчас не должно быть действующих кредитов в любых банках. Это вот самый основной критерий. Получается, приходит, если ему 21, у него нет кредитов, с паспортом и с первоначальным взносом. Паспорт мы копию только снимаем, оригинал остается у клиента, получается. Оплачивает первоначальный взнос? Первоначальный взнос зависит от суммы телефона, например. Он делится на 20, 30, 50% от стоимости телефона. Оплачивает и забирает. Потом остаток можно оплатить как за 6 месяцев, как до 6 месяцев. Там процентов пения нету. Сумма, которая указана на прайс листе, она уже идет зафиксированной. Здорово. Также без первоначального второй способ приобретения. Мы в основном, этот второй способ, такие условия мы построили для людей, которые работают с отчислением. Например, для госработников или для работников, которые работают именно на патентной основе, например. Если у них есть патент от 3 месяцев и выше, они могут подойти с паспортом и с патентами за 3 месяца. Мы посмотрим их доходы. Если они позволяют, можно будет приобрести без первоначального. Просто если телефон стоит 20 тысяч, мы его разделим на 6 месяцев. И за 6 месяцев они могут подойти. А какой ежемесячный доход должен быть у человека, чтобы приобрести телефон? Вообще сейчас прожиточный минимум у нас идет от 15 тысяч. У человека заработная плата минимум 15 тысяч должна составлять, да? Все, понятно, спасибо. Скажите, пожалуйста, а что, по вашему мнению, самое важное в продажах? В нашем магазине, именно я могу только за нас говорить, в нашем магазине есть четкие критерии, по которым мы опираемся. Первое – это довольство Аллаха, мы работаем ради довольства Аллаха. Второе – это довольство наших покупателей, клиентов. Также доступность народу. Третий критерий – это прибыль, соответственно, в любом бизнесе должен стоять на третьем месте. На четвертом – это довольство наших сотрудников, потому что у нас работает целый штат сотрудников, которые тоже обеспечены, каждый занят своим, получается, определенным местом. Определенная работа. Да, определенная работа, и поэтому мы в шахтах хорошо развиваемся. Это здорово, да? На самом деле, я думала, вот все, которые занимаются продажами телефонов, это обязательно какие-нибудь бутики, но у вас целая, это, можно сказать, огромная фирма, да? Вы являетесь ОСО, у вас есть огромный штат, как вы это проговорили, есть огромное количество, несколько отделов, да, в вашей фирме. Сколько у вас отделов и сколько в штате у вас человек? У нас в штате в целом около 30-35 человек работают. 30-35, вау, это у вас огромная фирма. Это, получается, у нас 5 отделов есть. Первый отдел – это отдел продажи, где осуществлялись знакомства с телефонами и продажи телефонов. Второе – это финансирование. Наши партнеры ЭКО «Исламик Банк», их сотрудники сидят, и они финансируют наших клиентов. Также третий отдел – это служба безопасности, где проводят соцанализ с нашими клиентами. Также четвертый отдел – это шариатский отдел, где каждый клиент может обсудить лично с нашим имамом насчет вот этих шариатских моментов, да, рассрочки. И пятый отдел – это наш сервис-центр. Наш собственный сервис-центр, где мы можем починить любой телефон клиента по гарантийному талону абсолютно бесплатно. За 6 месяцев. За 6 месяцев. Здорово. А сколько ежемесячно… Вот очень интересный такой вопрос. Сколько в месяц вообще люди покупают у вас по статистике? Сколько телефонов, какое количество продается? Количество продается, да? Месяц у нас сейчас именно в этом месяце где-то 600-700 продаж телефонов бывали. Ну, бывали, когда мы продавали по 1000, да, 1000-1200, вот так, в месяц. Да? Это хороший показатель, да? Да. По статистике, если взять по Кыргызстану, нет ни одного магазина, который бы продавал настолько много телефонов именно в рассрочку. Да. Это здорово. Это очень, на самом деле, здорово, что вы так с гордостью, с улыбкой на лице можете как раз-таки об этом сказать. А скажите, пожалуйста, вот повышение курса доллара, как отразилось в вашей сфере? Видимо… Да, повышение курса тоже отразилось, потому что наши поставщики, они с нами сотрудничают только с долларами, с валютой доллара. И так приходится то, что если доллар курса поднимается, то цены, соответственно, тоже поднимаются. А если доллар курса опускается, тоже цены у нас как бы опускаются. Надо будет, мы в день можем пару раз наши цены поменять. Вот сейчас курс доллара играется же ведь, очень скачки бывают, поэтому… У нас такого нет, да, когда вот доллар курса поднимается, цены завышаются, а когда опускается, цены так же стоят. А, то есть вы меняете, да, стоимость? Да. Например, в многих местах я видел то, что когда вот курс поднялся, цены тоже поднялись, и так остались, когда курс уже опустился. А мы, соответственно, с курсом цены тоже меняем. Ой, все хорошо. Я думаю, телезрителям это очень интересно, и после этого все побегут в вашу фирму раскупать все ваши телефоны, да? Вот сегодняшняя тема нашего эфира звучит так. Мои вредные и хорошие привычки, да? Немножко на свободную тему поговорим. Скажите, какие вредные и хорошие привычки есть вот в каждом из вас? Давайте начнем с вредных, да, привычек? Так ты, наверное, самой не скажешь, да, какие у тебя вредные привычки. Ну, в основном, если это, можно сказать, вредной привычкой, я всегда могу спать, очень много спать. Например, не знаю, не высыпаюсь, что ли, все время, если это сказать вредной привычкой, да. И вредная привычка есть вредную еду тоже. Вредная, ой, вы бы это верно сказали. Да, самый большой, наверное, мой минус в этом. А ваша вредная привычка была? В принципе, тоже, наверное, то, что это много спим, вредная привычка, да? И также иногда бывает то, что перенервничаешь, да? Такие вот, наверное, минусы есть, да, такие. Сколько часов вы спите? Вы оба сказали, что вы много спите. Для вас, видимо, сегодня был стресс, да, с утра приехать в студию? Да, ну, просто работа такая, то, что мы работаем с клиентами, да, и с утра до вечера так происходит, устаешь. И не до уступа получается вот так. Ага, ага, все понятно. А какие хорошие привычки? Давайте переключимся теперь на позитив. Хорошие привычки, честно, оказывается, до этого эфира я вообще не додумалась, не думала об этом вообще. Очень хорошую вы тему, оказывается, подняли. Вот, честно сказать, ну, не знаю, вот именно какие хорошие привычки. Вот, видите, да, на самом деле вы верно подметили, когда мы задаем какой-то вопрос, и человек начинает себя анализировать. На самом деле, даже у меня вчера такое было, «А какие же у меня вредные и хорошие привычки есть?» Поэтому обязательно сегодня подумайте, потому что мы люди, видите, больше предрасположены находить в себе минусы, больше критиковать, а на плюсах и позитиве мы акцентируем меньше внимания. Поэтому обязательно сегодня подумайте, найдите ваши хорошие привычки, похвалите себя за это, хорошо? Абдулла, а ваши хорошие привычки? Я думаю, конечно, хвалить себя не хочется, ну, я, как бы, для меня кажется, что я нахожу общий язык с клиентами, да? Клиенты бывают разные, те, которые понимают, те, которые понимают полуслова, и с каждым, с ними мы должны будем этот общий язык находить. И мы это делаем, по крайней мере. И у него это хорошо получается. Да? Вот, сразу, видите, похвалили. Похвала, на самом деле, благотворно влияет вообще на психологический, на каждого человека. Дорогие наши гости, на этом мы завершаем нашу беседу. Спасибо, что пришли в студию наше. Скажите, для вас сейчас открытый микрофон, и скажите, пожалуйста, где находится ваша фирма? Можете обратиться к нашим телезрителям, ваш адрес полностью, сказать информацию о вашей фирме. Сначала, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех наших кыргызстанцев, всех братьев, сестер, мусульман, с священным месяцем Рамазан, от всей души нашего магазина, от всего нашего коллектива поздравляем вас. Хотим, чтобы вы его провели с пользой для вас, для вашей семьи. И мы находимся вообще, наш магазин находится в центре нашего города, в торговом центре Берин Голд, это рядом с ЦУМом. Берин Голд, третий этаж, трехсотый кабинет. Мы работаем каждый день с 10 утра до 6 вечера, то есть без выходных, без перерывов. Также можете обратиться в наш колл-центр, номер 0504-605-705, также в инстаграме, или мобайл, нижний пробел Кейджи. Наши операторы всегда готовы ответить на ваши вопросы, можете сейчас позвонить, они вам ответят. Да, дорогие друзья, приходите, приобретайте телефон по самым выгодным ценам. Абдулла, для вас слово. Всем ас-саляму алейкум, тоже пользуюсь случаем, хочу поздравить всех с праздником ОРОЗО. И также хочу напомнить то, что условия нашей рассрочки, не то, что в городе Бишкек, но и в Кыргызстане в целом, это самые надежные условия, самые легкие условия. Так что, друзья, приходите к нам, приобретайте у нас ваши любимые телефоны. Также хотелось бы добавить, что у нас скоро будет работать, мы же говорим, что мы хотим обеспечить всех кыргызстанцев, получается, не только город Бишкек и ОШ. У нас есть второй магазин в городе ОШ также. Мы скоро работаем над этим, иншаллах, скоро мы оповестим в нашем инстаграме или в нашем сайте. Мы будем рассрочку выдавать даже в регионы Кыргызстана, будем делать доставку с Бишкека, либо с США в регионы, в разные. Вы, находясь, например, в Лилеке, или в Баткене, в Нарыне, лежа у себя на диване, можете через телефон заказать себе, мы вам доставим в течение определенного времени. Здорово, замечательно. Благодарим вас еще раз за то, что посетили нашу студию и за столь полезную информацию для всех нас. Приветствую еще раз, дорогие друзья. Вы находитесь на пятом канале. Это утреннее шоу «Утро на пятом». Ну а мы продолжаем, и в гостях нашей студии наш третий гость. Есть такое выражение «Приведи сначала порядок в свою комнату, а потом уже свои мысли». И в гостях нашей студии организатор пространств, организатор порядка, да, кыргызская Мария Конда. Это Самара Зайтбекова. Поприветствуем, Самара. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Как ваши дела? Как ваше настроение? Все отлично. У меня утро началось очень рано. Да, у нас сейчас священный месяц Рамадан и бешеный график. То есть утро начинается очень рано. Но зато у вас всегда проходят продуктивные деньги, да? Да, обязательно. Кто рано встает, тому Бог подает. Получается, вы сразу после того, как у Розы начинаете, не ложитесь в пальцы? Очень редко, да. То есть дела делаю, потому что, оказывается, не важно, во сколько ты встал, важно, как ты запланировал свой день. То есть здесь тоже идет организация своего времени, не только порядка, но и вообще в своей жизни. Вау, здорово. Сразу, знаете, такая порция мотивации с самого раннего утра, сразу рекомендации, наставления. Плюс еще бешеная харизма. О нашей Самаре, да, которая создает атмосферу во всей нашей студии. Я думаю, вы чувствуете это даже через экран. Самара, пожалуйста, расскажите коротко нам о себе и вот о вашем творчестве. Так. Меня зовут Самара. Я являюсь профессиональным организатором пространства и дизайнером интерьера. Организация пространства — это новая ниша, скажем, в Кыргызстане, но она очень востребованная и актуальная профессия по всему миру. Истоки исходят из Японии, США, России, СНГ. И сейчас, слава богу, у нас это направление появилось в Кыргызстане, чему я безмерно рада. Хочу сказать, что я на текущий момент являюсь, то есть мое агентство является одним из первых в Кыргызстане по организации порядка и вот именно помощи женщинам. Угу, на здоровье. Также дополнительно я помогаю женщинам через онлайн, то есть записываю онлайн-курсы, провожу обучение. Здорово. А скажите, вот организатор пространств и дизайнер помещения, это вот одно и то же? Нет, это не одно и то же. Многие путают, да. То есть на дизайнера я отучилась отдельно, на организатора пространства отдельно, потому что это разные ниши, это, можно сказать, более узкая специализация, когда это организатор пространства, потому что ты не вникаешь в те нюансы по поводу интерьера, мебели, цветов и так далее. Здесь больше внутренняя начинка шкафов. На что нужно обращать внимание внутри шкафов, когда открываешь сам шкаф, гардероб и так далее. Да, все-таки теперь немного появилась в голове ясность. Получается, вы и этим владеете, и вторым владеете. А что вам нравится больше? Организация пространства. Это больше творческая часть, да? Да, это творческая часть. Я недавно поняла, что я, оказывается, творческий человек, люблю и получаю очень большое удовольствие после пройденной работы с клиентом. Вот буквально недавно мы завершили проект. Было очень долго. И две недели организовывали целый дом. То есть я две недели была, так скажем так, членом семьи этой большой семьи. И прожила с ними вот эти две недели, да? То есть ты становишься не просто специалистом, который помогает, но и тем человеком, который, ну, как врач, как специалист, так же и другом. Да, ты должна понять сценарий человека, его потребности, клиента, домочадцев. Это не просто, как дизайнер приходит, уточняет информацию, смету делает и там высылает вам проект. Нет, это не так. То есть мне нужна тесная связь с каждым человеком. Это вот работа на таком глубоком уровне, скажем так. На глубоком уровне все-таки понять, чего хочет на самом деле, да, этот человек. Потому что если ты не поменяешь... То есть если ты не поймешь на самом деле истинную причину беспорядка, ты не сможешь решить проблему, потому что проблема, беспорядок будет возвращаться. А моя задача, чтобы беспорядок, он ушел навсегда и порядок сохранился на долгое время. Вот это, кстати, знаете, очень интересный момент, тем более для меня, когда, как для мамы, как для женщины, бывает так, что женщины, в частности, когда начинают делать упор на карьеру, то хозяйство и домашний быт начинают немного страдать и хроматить. требовать скорых решений. Либо, если женщина сидит дома, то, конечно, в карьере немного уступаем. Вот есть какие-либо советы у вас, все-таки для меня это будет очень полезно. И для многих женщин. И для многих женщин. Как сохранить в доме порядок? Да, хорошо. Для начала, конечно, нужно составить план. То есть в любом действии, да, что бы ты ни делала, мне кажется, это очень важно, составлять план и знать четкий маршрут. То есть зачем это тебе нужно, во-первых, определить цели и план четкий. Что ты будешь делать вслед за каждым действием, да? И после этого обязательно нужна генеральная уборка, расслабиться, отсортировать, то есть пройти все этапы организации пространства. И когда ты поймешь, что у тебя в доме находятся только те вещи, которые тебе дороги, ты их любишь, и ты понимаешь, зачем эта вещь находится у тебя в доме, тогда будет порядок. Потому что на самом деле беспорядок, он исходит только из-за того, что у нас очень много вещей. Поэтому эта философия минимализма, кайдзена, очень близка в организации пространства. Я за то, чтобы человек на самом деле обходился, не знаю, в количестве там 100-200 вещей максимум. Я сама очень большой минималист, у меня, допустим, две рубашки, я могу составить 10 образов, да, то есть в одежде, в еде, во всем. Вот, беспорядок может так уйти и сохраниться порядок на долгое время, да. И еще главное, самое главное, поддерживать. То есть здесь также человек должен немножко себя дисциплинировать и понимать, что волшебной палочки нет, и я не волшебная фея. То есть я приду, помогу, но затем человек сам остается тет-а-тет со своей проблемой, скажем так, со своим бытом, да, домом, и здесь нужно обязательно понимать, что нужно нести ответственность так же. Да, сразу вспомнила, знаете, вот очень часто, вот она мне тоже помогает, есть цитата Суворова «Дисциплина, мать победы». Потому что если ты только будешь мыслить и мечтать о том, чтобы дома у тебя был порядок, но при этом никакие действия не будешь выполнять, то, конечно, этот беспорядок останется, да, она будет расти, расти и расти. Но это очень сложно, знаете, дается особенно мамам, если в доме есть несколько детей. У вас в доме есть маленькие дети? У меня трое детей. А-а-а! Представляете, да? Тем более моему младшему сыну 2,8, да, то есть это все шкафы, все поверхности, но из-за того, что, может быть, он с детства, да, видит порядок, видит, что на самом деле на столах ничего нет, то есть вертикальные поверхности все пустые, опустошенные. И ребенку на самом деле вот нет этого, нет такой необходимости, чтобы все вытаскивать. Даже вот сейчас он приходит после садика, да, может спокойно поставить свои тапочки на место. Вы видели, чтобы ребенок 2,8 так делал? Мне кажется, это... Вот. Я про это. То есть это нужно видеть, да, я говорю, не воспитывайте детей, воспитывайте себя в первую очередь, потому что детям свойственно копировать нас, наше поведение, наши вкусы, все-все-все, они копируют, потому что мы же, скажем так, первый мир для них, да, и, соответственно, если вы будете дисциплинированным человеком, полюбите свой дом, и только после этого полюбите порядок, дети этот порядок тоже полюбят, потому что они будут понимать. И я многим женщинам объясняю на консультации, что, пожалуйста, не ассоциируйте порядок с усталостью, с негативом, потому что, когда ребенок видит дома чисто, но мама в итоге, в результате, она уставшая, раздраженная, она злая, она не хочет, чтобы дети трогали какие-то вещи, тогда ребенок думает, порядок нехорошо, из-за порядка моя мама страдает, я не хочу быть таким, понимаете, то есть я не только организатор пространства, я и психолог, я и друг, я специалист, да, объясняю, да, я и коуч, да, я ментор, то есть я всему рассказываю, обучаю и в то же время и понимаю женщин, да, поэтому многие женщины тоже боятся, вот мы остыдимся, я не хочу показывать, вот такие есть вопросы, я здесь говорю, ну, примите меня как врача, вот вы врачу идете, вы же не стесняетесь показывать, объяснять свои, ну, заболевания, да, и в том плане тоже можно так же поступить. я не знала, что это настолько глубокая тема, да, чтобы содержать дома порядок, нужно быть еще и психологом, на самом деле, дорогие родители, если вы хотите вырастить детей, которые приучены к порядку, то обязательно дома нужно содержать дом в порядке и чистоте, потому что если они будут видеть этот бардак, то они тоже будут привыкать. для них нормой, понимаете, для них нормой это будет. Сейчас вот моим старшим детям, да, они подростки, то есть у нас нет, у нас есть золотые правила дома, да, каждая вещь должна лежать на своем месте, у каждой вещи есть свое место, да, то есть ты приходишь ко мне домой, ты уже чувствуешь эту ауру, что все лежит на своих местах, и для того, чтобы навести порядок, мне не нужно там 2 часа или 3 часа, 15-20 минут в день, и все блестит. А если в доме живут несколько взрослых, это тоже практиковалось со мной, в моей жизни, скажем так, да, здесь, конечно, с поколением старшим немножко сложновато, но тоже можно сделать, тоже когда они видят. У меня была такая история с клиентами, женщина обратилась к клиенту, со свекровью, да, со свекрами живут, и здесь она была категорически против, то есть старшее поколение, чтобы мы что-то вносили, какие-то изменения. Распомнения особенно. Я тогда попросила клиента начать именно с ее гардероба. Мы начали ее гардероб, ее комнату, и когда женщина увидела, какие изменения колоссальные происходят в жизни клиента, она вообще, она сказала, а можно мне тоже сделать гардероб? Вы понимаете, женщине за 50, и она говорит, я тоже хочу вашей помощи, да, нуждаюсь. Я тогда поняла, что нужно просто показать, что на самом деле можно так жить. и цивилизация приходит везде, в интернете, я не знаю, в одежде, да, новые стили. Почему же мы не хотим впустить эту же цивилизацию в наши дома, в наш быт? Я вот всегда так позиционирую организацию пространства. А здорово. А скажите, вот должна быть ли какая-то норма, бывает помешанная, к примеру, на чистоте, если вы увидели вдруг, не дай бог, что что-то не там лежит, что человек начинает нервничать. Да, такое бывает. Я тоже могу сказать, что это проходило, это перфекционизм, скажем так, синдром, вот синдром отличницы, да, когда тебе кажется, что ты должна либо сделать на отлично, либо ничего не делаешь. Вот из-за этого у меня есть разные типы клиентов, те, которые вот болеют этим, да, и те, которые вообще забросили, потому что мне это не поможет, скажем так. Но нужно чувствовать золотую грань, да, мы все люди, это нормально. Маленький беспорядок даже случается у меня. Я считаю, что это нормально. Просто нужно понимать, вот чувствовать грань, когда нужно все остановиться, сказать себе стоп, сказать, хорошо, теперь нужно навести дома порядок, да, то есть я не советую и не призываю женщин все время выдраивать, нет, то есть моя цель, наоборот, сделать так, чтобы они полюбили себя, нашли время для себя, для своей семьи, для деток, а не целыми сутками, как я раньше, да, делала, вычищала всю грязь дома и всегда была такая злая. То есть почему я пришла в эту нишу? Потому что я хотела найти такой вот путь и решение тому, чтобы жить настоящей жизнью, да, а не быть рабыней своего дома, скажем так, и быта. Здорово. А скажите, пожалуйста, вот что побудило вас выбрать такую нишу? К этой нише приходит, скажем так, либо с порядком, либо с беспорядком, да, то есть я порядок люблю с детства, я визуал, я люблю, когда все на местах, красиво, и вот как Мари Кандо, почему я себя, очень близко, да, она ко мне близка, близка, потому что она тоже, оказывается, в детстве, когда была совсем маленькой, маленькой девочкой, в возрасте 10-12 лет, она все время наводила дома порядок, у меня такая ситуация была, то есть я все время вытаскивала все вещи из шкафов, старалась как-то навести порядок, и если мне что-то не нравилось, я бы выбрасывала, было, конечно, совершала очень много ошибок, выбрасывала чужие вещи, на самом деле, это не стоит делать, потом они знали, и у меня даже была кличка такая, пылесос, все, Самара дома, значит, она пылесос, если что-то дома не могут найти, Самара, это где, да, то есть вот так было, то есть это все с детства, и потом, уже спустя там 30+, я поняла, оказывается, что у меня это получается лучше всего, и можно сказать, ну как бы лучше, не лучше всех, а у многих женщин, и почему бы не показать и не поделиться опытом, и найти себя в этой нише, да, в этой сфере, поэтому я пришла к этому, тем более я могу оставаться женщиной, я могу выделять время своим детям, не распыляться, да, скажем так, и сохранять вот эту женственность, и из-за этого, наверное, я выбрала эту нишу. А как вы думаете, вот разницы нет, либо вот вы считаете, что эта женщина сама должна делать своими руками, либо можно обратиться, сейчас есть очень много у нас услуг, да, которые порядок и чистота наводят. Да, на самом деле, все 50 на 50, если у женщины есть какие-то навыки, то я не против, то есть в этом случае она может как бы получить направление, то есть из-за этого есть онлайн-курсы, да, когда женщина может работать автономно, просмотреть урок, а сказать, хорошо, я могу так сама сделать и сделать, здесь сэкономить. Есть женщины, которые там бизнесмены, бизнес-женщины, или там многодетные матери, тогда физически ты не можешь это сделать, вот тогда нужна помощь специалиста, когда специалист может помочь прийти и показать. Вот здесь нужно чувствовать индивидуально, да. Здорово. Скажите, какие, кто к вам обращается больше? Физически только, только с физическими лицами работаете, или это юридические организации тоже? Здесь большая часть женщины физлица, и, наверное, процентов 30 тоже юрлица. Это кулинарные студии, дизайнерские разные студии, да, они больше обращаются за порядком, потому что дизайнеров интерьера очень много, а организаторов нет, я одна, тем более в Кыргызстане, да. Вы одна на весь Кыргызстан? Да. Поэтому вы марикандо, да? Да, да. Вау, здорово. Перед нами одна на миллион, Самара. Скажите, пять способов держать дом в порядке и чистоте? Именно прям пять четких способов. Хорошо. Первое, я уже говорила, что это расхламление, да, без расхламления, то есть работать по порядку, по принципу остатка, то есть вы не можете навести порядок и сохранить порядок, если у вас очень много вещей, то есть расхламиться обязательно, обязательно выделять время на уборку и определенное время, 15-20 минут. Это не так, что я начала мыть раковину и ушла там выдраивать весь полный дом, тогда, конечно, ты не будешь терять время и нигде не успевать, четкий план, время обязательно нужно будет. Делегировать, не обязательно все делать самой, есть либо службы, есть либо родные и помощники, то есть вы должны правильно себя позиционировать, что вы не домработница, да, вы женщина, такой же член семьи, и иметь право на отдых также то же самое, да, и здесь приучать, также показывать детям, да, это тоже вот этот момент, чтобы дети тоже участвовали, это не делегация, больше вы воспитываете детей, объясняете, что порядок это хорошо и смотрите, как нам всем хорошо, после того, как дома чисто, да, и самое, наверное, главное и последнее, я могу сказать, чтобы женщины не стеснялись просить помощи, то есть, ну, каких-то специалистов, потому что многие считают, что у нас есть такие стереотипы, что женщина должна все сама делать, и она должна быть и кухаркой, вкусно готовить, убираться, все-все-все, на самом деле это не так, да, у каждой женщины, она сама уникальна по себе, могу сказать, то есть, кто-то хорошо готовит, я, например, не могу хвастаться тем, что я классно пеку, да, но я готовлю, но, извините, я не могу быть идеальной, да, идеальных людей не бывает, поэтому лучше делать то, что у тебя хорошо получается и делегировать те моменты, которые у тебя, может быть, не очень хорошо получаются, или ты не хочешь тратить на это время, поэтому не стесняйтесь, дорожите своим временем и здоровьем, потому что это нервы, силы, и опять уставшая женщина в конце. Да, кстати, вы знаете, вот ранее вы сказали, что вас в детстве называли «Самара-пылесос», я оттуда сразу, знаете, я люблю чистоту и порядок, потому что, видите, это я видела от мамы, потому что она тоже у меня любит чистоту и порядок, но у меня было другое совсем название, меня мама всегда называла Плюшкина. Да, есть такая плохая привычка, знаешь, вот собирать коробочки, если они некрасивые, собирать, оставлять контейнеры, к примеру, да, потому что если ты придешь, пойдешь в больницу, то можно их использовать, к примеру, те же одноразовые, чтобы потом в больницу не ехать за своей посудой. Здесь вот такая, видите, это вот привычка. И сейчас буквально, когда вы говорили, я об этом поняла, и сразу, вот видите, тихонечко у нас подвели мы к теме нашего эфира, да, так случайно получилось. Сегодняшняя тема эфира — это «Мои вредные и хорошие привычки». Вот скажите, при всей вашей дисциплине и идеальности, скажите, какие у вас есть вредные привычки? Вредные привычки, хорошо. Я вот сейчас, такой стопор, да, у меня. Так, так, надо о себе плохое что-то сказать. Я, наверное, ужасно требовательная. Может быть, не столько вредная, вредных привычек как таковых нет, потому что с тем, что я в религии, я, ну, как бы, не курю, не пью, да, вот если говорить про таких вредных привычек. И, ну, стараюсь максимально быть адекватной в соц. потому что это тоже ответственность, как мусульманина, мусульманки. Вот. И, наверное, я очень строгая, могу быть, могу быть очень жесткой, требовательной. Вот этот момент может быть, да, я понимаю, что это вот такой нюанс. И многие страдают. В первую очередь, я сама. То есть я понимаю, что я сама страдаю, я изнашиваюсь, выгораю, и мне нужно много времени для того, чтобы реабилитироваться, да. Вот этот большой минус, мне кажется. Хорошо. А ваши хорошие привычки, давайте на позитив перейдем. Хорошие привычки. Так. Я люблю помогать, да. Скажем так. Очень отзывчивая. И я, наверное, больше думаю о других, чем о себе. Поэтому я и пришла, наверное, в эту профессию. Даже сейчас, продавая курс, я знаю, что стоимость курса очень большая, но видя, что женщинам нужна эта помощь, я вот буквально занялась благотворительностью, скажем так, да. Потому что основная цель почему я открыла это, скажем так, это агентство, вообще направление в Кыргызстане. Хочу помочь нашим женщинам, да, в Кыргызстане и вообще в СНГ понимать, ну, начать ценить себя, да. Потому что у нас стереотипы, у нас культура такая, я все понимаю, у нас келинки есть, там, и так далее. Но, мне кажется, настало время начать новый этап жизни, именно начать с организации пространства. Поэтому я готова всегда помогать людям, и вот это, мне кажется, основная положительная черта моя. Здорово, Самара. Мы вас благодарим за то, что вы посетили нашу студию на этой прекрасной ноте. Наша беседа, к сожалению, завершается, но беседа была очень познавательной, на самом деле. Я не побоюсь этого слова, что она была полезна, я думаю, для всей страны, особенно женской половине, потому что это то, над чем нам всем нужно поработать. Сейчас для вас открытый микрофон. Вот можете говорить, да. Дорогие женщины, наверное, меня больше, да, слушают женщины, потому что это, скажем так, тема очень актуальна, близка для вас, да. Поздравляю в первую очередь всех-всех мусульман, мусульманок с священным месяцем Рамадан. Всем желаю благополучия, семейного счастья и здоровья, и чтобы этот месяц прошел продуктивно. А для того, чтобы месяц Рамадан прошел продуктивно, я бы хотела вам предложить обязательно, вот даже если уже начался этот период, все-таки попробовать организовать свое время, свое пространство и навести порядок. Вот сейчас у нас был первые пять дней были сумасшедшие, да, и мы очень помогали женщинам много. И я даже говорю, сейчас не останавливайтесь, пожалуйста, вот сейчас, мне кажется, очень такой важный период, нужно осознать, понять, зачем и что мы делаем, да, и остановиться, подумать, посмотреть свое пространство, мне комфортно жить в этом месте, или я счастлива, или я, наоборот, становлюсь несчастной дома, потому что многие женщины говорят, я не хочу домой, потому что там беспорядок. Сделайте такую жизнь, она дается жизни один раз. Пожалуйста, сделайте сейчас изменения, сделайте первый шаг в новую жизнь, организуйте свое пространство, будь это вы сами будете делать или с помощью специалиста. И если вам нужна будет помощь, я всегда рада помочь и, скажем так, протяну руку помощи. Здорово. Благодарим вас еще раз, Самара. Я думаю, сегодня вы тоже получили порцию хорошего настроения с самого раннего утра, да, и создали для нас атмосферу. Еще раз вас благодарим. Дорогие телезрители, мы с вами продолжаем. Хочу напомнить, что спонсором нашей программы является жилищный кооператив Келечек. Если вы хотите обрести квартиру в рассрочку без процентов, в рассрочку до 10 лет, в этом вам может помочь жилищный кооператив Келечек. Келечек, сделай свой шаг, первый шаг навстречу своему будущему. А сейчас в гостях нашей студии наш четвертый гость в нашем эфире это певец, музыкант и творческий человек Мингдешар Мурзаев. Здравствуйте, Мингдешар. Как у вас дела? Все отлично. Как вы доехали до нашей студии? Периодически были пробки, но в целом все хороши. Да, я думаю, ваше утро началось недавно. Да? Только что. Только что? Да. Немного чувствуется, что вы еще немножечко просыпаетесь, да, это ощущается. Такое ощущение, как будто только что вот с бадуна просто. Ну, я думаю, все равно, знаете, я вас призываю говорить чуть погромче, чтобы телезрителям было слышно. Вы держите разом? Держим, держим разом. Да. И сейчас режим, наверное, в связи с этим тоже? Да, в данное время, как у нас, нет, вообще у нас у музыкантов режим, можем сказать, он более ночной. Ночной? Да, да, да. Мы просыпаемся, наверное, в обед, потом у нас в основном распорядок дня начинается с обеда, и до двух, до трех, даже до четырех ночи. Да, то есть у вас наоборот все, да? Да, у нас все наоборот, у нас все наоборот. Потому что у нас в основном выступление вечер, и поэтому, наверное, у нас режим такой восстановился, не знаю почему. Поскольку вы создаете настроение людям, а люди отдыхают у нас только вечером. Переходя, да, начиная наш разговор, Минджиашар, пожалуйста, объясните вот значение вашего необычного имени, Минджиашар. Вот какая предыстория? Минджиашар. Минджиашар, это имя дал мне отец. Когда я еще не родился, он действительно, оказывается, ему очень понравилось это имя, то, что он хотел назвать меня этим именем. Смысл этого имени заключается в том, чтобы внести какой-то вклад в историю своего народа, чтобы вот этот вклад помогал в особенности своим людям, например, нашим киргизстанцам, принес какую-то пользу нашему народу. В таком плане я понимаю мое имя. Да? Да. Вот Минджиашар, если переводить с родного языка, это как тысячелетие, да, можно сказать? Да, живи тысячи лет. Живи тысячи лет. Да. Это здорово, на самом деле. Вот говорят же, имя человека тесно связано с судьбой его. Да, и... Мне тоже так кажется, да. Да, вот так говорят, да, на самом деле я вот... Пусть будет так, что ваше имя будет на самом деле отражаться на вашей судьбе и живите тысячи лет Минджиашар. Да? Расскажите, пожалуйста, о вашем творческом пути. Сколько лет вы уже занимаетесь музыкой? Музыкой занимаюсь я лет 17, примерно. Да, 17 лет. Ну, практически с детства я пою с детства, а так серьезно занимаюсь примерно с 17 лет. С 17 лет. Это уже сколько вы занимаетесь музыкой? Это уже 13 лет. Это уже 13 лет. Да, да. Довольно-таки огромный стаж, да? Но в вашем репертуаре, вот, как мы знаем, в вашем репертуаре больше песен именно на английском, да, языке? Есть немного на кыргызском, но больше у вас все-таки песен на английском. Вот с чем это связано? Я вам расскажу маленькую историю. После окончания учебы я улетел в Китай. В Китае проживал 5 лет. И за этот период я хотел улететь в Штаты, в Америку. Ну, так как у нас случились какие-то нюансы именно по поводу визы, мы на тот момент мы готовили именно репертуар, чтобы подать какие-то заявки в Штаты. И вот этот основной этот основной контент, который мы разрабатывали, мы хотели отправить в Америку. И получается, под конец у нас с визой никак не получилось. И ну, не то чтобы пришлось, я предложил нашим нашим отечественному отечественным телеканалам транслировать мои клипы, мои песни. Они прямо сразу сейчас согласились, потому что такого контента у нас раньше было, не скажу, что не было, были, конечно, да, были, конечно, но было очень мало. поэтому это сразу как бы все новое приветствуется, все новое, все интересно. Я знаю, что для певцов вот эта работа голос, это инструмент, конечно, нужно, чтобы голос тоже проснулся, но тем не менее мы хотели бы сейчас попросить вас спеть в нашей студии. без проблем, споем, наверное, так как вы сказали то, что я пою на английском, наверное, всем будет интересно, как это звучит. акапелло, акапелло, да, мы можем спеть акапелло. I see the crystal angels fall, see the beauty of it all, when the sun comes shining through, to make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, I want to spend some time with you, just to do us, we can make it if we try, just to do us, just to do us, just to do us, beauty cancels in the sky, just to do us, you and I. Вау, это было бесподобно, браво. А скажите, пожалуйста, Менгдиша, расскажи, таким талантом вы в кого пошли? У вас в семье есть творческие люди? У меня есть, да, 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 есть. У меня отец был творческим человеком. Какие-то мероприятия, я прям с детства помню, то, что какие-то мероприятия, ему давали тост, он говорил свой тост, свои пожелания, и обязательно, в обязательном порядке он пел несколько строк своей любимой песни. Да? Да, да. Значит, вы пошли в отца? Да, да, мне кажется, да. Но для него это было просто как хобби, да? Он не был певцом? Да, это было просто хобби, да. А так, мне кажется, он был творческим человеком, писал стихи, пел. Ему нравилось. вот ваше творческое, ваше направление, ваш творческий путь в Китае, как вы развивались и здесь у нас на родине? В основном, вы знаете, в Китае я получал какие-то знания именно в музыкальной сфере. Музыкальной сфере. Да, потому что каждый человек, когда выезжает из страны, он получает, он обретает что-то новое, что-то, что-то, что-то новое для себя, он обретает именно какие-то навыки, какие-то плюсы для себя, берет что-то, что-то необычайное. Например, в Китае я именно открыл для себя что-то в музыкальном плане. Что-то открыл в музыкальном плане, приехал сюда, в Бишкек, обратно, в нашу страну. Здесь записал песни, эти английские, начали здесь транслировать. Обратно улетел в Китай. И так продолжалось в течение пяти лет. Основной музык я, наверное, брал там, за границей. А на китайском есть у вас песни? На китайском песни есть. Есть? И на китайском вы пели там? Да. Да? На английском и на китайском. На английском и на китайском? Да, и бывало на русском тоже. Да? Да. Здорово, как интересно, то есть вы у нас и на кургызском, и на английском, и на русском. На русском. Вы у нас певец полиглот, да, можно сказать? Да? Нет, нет. Полиглот, наверное, все-таки. Как бы полиглот. Наверное, в кавычках. Ну, да, петь на разных языках. Говорят же, талантливый человек, талантлив во всем. А вот какие таланты у вас еще, помимо вокальных данных? Помимо вокальных данных, в детстве я умел прекрасно рисовать. Это первое. Желание, любовь к спорту у меня тоже с детства. Ну и все, наверное, пока что у меня. А эти навыки вы развиваете? Рисование, нет? Нет, рисование. Я давно не рисовал. А так к спорту, да. На музыкальных инструментах, возможно, играть? На музыкальных инструментах только на гитаре. На гитаре? И чуть-чуть на пианино, наверное. Здорово. А скажите, пожалуйста, чтобы записывать какие-то песни, нужно ли певцу какое-либо вдохновение? Бывает ли у вас тоже эмоциональное выгорание, как сейчас происходит у каждого человека? Обязательно, обязательно. Как и у каждого творческого человека. У нас периодически бывают такие моменты, когда мы вообще не знаем, чем заняться. Иногда бывает то, что музыка вообще даже не интересна. А бывают моменты, когда мы прям горим, и в этот момент прям нужно это записать, это выплеснуть прям наружу. Да, это поймать надо. Вот этот момент нужно поймать, записать, воспользоваться этим моментом. Многие так и делают. А вот как приходит вот этот момент? Вы знаете, что такое чувство вдохновения? Как вы его ловите? Вдохновение, знаете, оно приходит очень неожиданно. Бывают моменты, когда, например, я засыпаю, засыпаю, приходит в голове, играет какая-то музыка. Она все играет, играет. Эта музыка мне очень нравится, эта мелодия. Я сам мелодист, тоже пишу мелодии. Не скажу, что композитор. И получается, когда засыпаешь, приходит эта мелодия, мелодия, играет, играет, играет. И вроде она играет, и вроде ты ее знаешь, вроде ты ее запомнил, а наутро ты ее вообще забываешь. А вот записать можно? Да, конечно, записал. Мы так и делаем иногда. Я, например. Бывают моменты, когда я засыпаю, засыпаю, играет какая-то мелодия, я сразу беру диктофон, там, на-на-на-на-на-на-на, сразу все поехало. Да, ушел. А наутро переслушиваешь это запись, а там, короче, ничем не понятно, гармония, ничем не понятно. Иногда бывает так. В полусонном состоянии, в полутремя. В полусонном состоянии, да. Это всегда так, да. Здорово. Бывают моменты, когда, например, я очень люблю природу. Когда выезжаю в горы, приходит такое чувство, как будто я эту песню всю жизнь знаю, Ощущение. Такая мелодия играет в голове. Если записал, записал. Не записал, все, уже улетел. Да? Да. Здорово. Скажите, вот, как Вы сказали ранее, певцы, музыканты вообще ведут ночной образ жизни. У Вас есть супруга, да, по Вашему пальцу видно? А как Ваша супруга относится к таким моментам, что Вы поздно возвращаетесь? Она очень понимающий человек. Она очень ценит мое творчество, она очень уважает мою работу. Иногда бывают периодические моменты, когда ночью, после даже выступлений, бывают моменты, когда нужно в 2 часа ночи, в час ночи нужно будет поехать на студию. И она к этому относится очень даже положительно, очень даже хорошо. Иногда бывает, что я ее беру с собой на студию. Да? Да, здорово. А какие планы Мегдишара у Вас в дальнейшем, именно в творческом Вашем развитии и направлении? Я думаю, надо развивать именно нашу индустрию, нашу крыльевскую индустрию. Потому что за границей я видел очень многое, побывал и там, и здесь видел, как там все развиваются. И думаю, что нам надо еще больше развиваться в плане, в музыкальном плане, в плане саморазвития каждого музыканта, каждого творческого человека. Потому что именно культура, по-моему, в данное время очень важна для нас. Развитие именно культуры. Спасибо, Мегдишар, за Ваш такой развернутый ответ на самом деле. Сегодняшняя тема нашего эфира, да, немножко отходите, если, допустим, от Вашей сферы. Сегодняшняя тема эфира звучит так. Мои вредные и хорошие привычки. Вот скажите, пожалуйста, какие вредные привычки у Вас имеются? Вредные привычки в последнее время много есть. Например? Вот это самое... Больное место, да, Мамарик? Да, это самое больное место, потому что после выступления всегда хочется покушать. После вот этого всплеска энергии всегда хочется чего-то такого мучного, например, сладкого обязательно. Сладкое, мучное, что-то газированное. Мне кажется, это очень вредно. Вы считаете, есть сладости, это вредная привычка? Да. Говорят же, сладости ешь, настроение, гормон радости сразу начинает вырабатываться. Мне кажется, от сладости полнеет. Да? Для меня это вредная привычка, да? Для меня это вредная привычка, однозначно. Хорошо. А Вы боретесь с ними или нет? Пока нет. Пока я их принимаю, да? Пока я думаю, пока я принимаю решение. Но мне кажется, да, скоро уже мы начнем. У нас есть планы, очень хорошие планы. Обратно вернуться, вернуть спорт в жизнь, как говорится. Но мне кажется, это из-за режима. Поэтому основная работа у нас вечерком. А днем заниматься спортом, да, тоже можно. При желании все возможно, да? При желании все возможно. Хорошо. Ну, перейдем давайте теперь от негатива к Вашим положительным, да, привычкам. Какие у Вас есть хорошие привычки, которые Вы в себе уважаете? Хорошие привычки? Очень неожиданный вопрос. Даже... Мы любим и так, неожиданно, знаете, задавать вопросы, да. Да. Положительные привычки, их несколько. Их несколько. В данное время, если отойти немножко от музыки, если отойти немножко, немного от музыки, у меня же по специальности как переводчик же китайского языка. И сейчас стараюсь более развить именно эту сторону. Стороны немножко бизнеса, сторону, как говорится, нужно сейчас быть очень разносторонним. Не только заниматься музыкой, не только творчеством, но и совместно брать какие-то инициативы именно в плане развития языка китайского, английского. И мне кажется, вот эти качества у меня выработались в последнее время. Более быть близко к языкам другим, мне кажется, это очень даже положительно для меня. Интересно, да, к другим языкам. Да, кто владеет языками, тот владеет миром, да, можно сказать. Дорогой Микдюшар, благодарим вас за такую яркую беседу, за такую интересную беседу. Для вас открытый микрофон. Открытый микрофон. Всех наших кыргызстанцев поздравляем с этим прекрасным нашим праздником, прекрасным нашим священным месяцем Рамадан. Пусть в каждом доме будет мир. Пусть у каждого, пусть каждый человек, который сделал мольбу, пусть Аллах именно исполнит это все заветные желания. И пусть все будет у вас хорошо. Благодарим вас, Микдюшар, за такую беседу. Еще раз благодарим за то, что посетили нашу студию и за такую атмосферу, которую вы здесь создали, и за ваш потрясающий голос. А сейчас, дорогие друзья, напоминая тему нашего эфира, это мои хорошие вредные привычки. Напоминаю, что нужно взять сегодня лист, разделить его на две стороны, написать вредные привычки и написать хорошие привычки. Это будет отличным поводом, так же, как и у наших гостей, задуматься немножко о себе, немножко покопаться в себе и лучше познакомиться с самим собой. Проанализируйте, если вдруг окажется вредных привычек побольше, и это замечательный повод взяться за них, проработать и избавиться от этих негативных моментов. Если вдруг окажется хороших привычек больше, то поздравляем вас, привычки, это вторая натура человека. Напоминаем, что спонсор нашей программы – это жилищный кооператив «Келечек». Если вы хотите обрести квартиру вашей мечты в рассрочку до 10 лет без процентов, в этом вам может помочь жилищный кооператив «Келечек». Сделай шаг на встречу своему будущему с жилищным кооперативом «Келечек». На этом мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин